Здравствуйте! В эфире «Город С» Татьяна Дмитриева. Как включиться в программу «Комфортная городская среда» и благоустроить свой двор? Как общественность может влиять на работу управляющих компаний? Об этом говорим сегодня в нашей студии. Председатель общественного совета микрорайона «Ипподром-1» Любовь Муляр. Управляющая микрорайоном Екатерина Нестерова. И депутат совета депутатов промышленного района, председатель ОСМ «Приволжский-1» Дмитрий Писарев. Здравствуйте, Любовь Владимировна. Екатерина Алексеевна, Дмитрий Владимирович. Скажите, пожалуйста, что это за новая такая структура объединения, если коротко, ОСМ, Общественный совет микрорайона? Когда они были созданы и для каких целей? Любовь Владимировна, можете рассказать? Ну да, конечно. Общественные советы начали свою работу с апреля 2017 года. Апрель-май было формирование общественных советов. В них вошли представители образования, представители медицины, культуры, это жители микрорайона, в том, в котором образуется этот общественный совет, представители органов власти, участковые, полицейские. Ну то есть огромное количество людей, которые, в общем, занимаются благоустройством и вообще жизнью микрорайона. А если дома взять, вот сколько домов приблизительно объединяется? У нас 35, да, Кать? Порядка 30 домов. 30-30, 35 домов от микрорайона. Вы какие задачи у ОСМ, что вы должны выполнить, так как... Ну, во-первых, в общественный совет микрорайона входят неравнодушные жители нашего микрорайона, которые уже достаточно большое количество времени живут на этой территории и не понаслышке знают, какие вопросы и проблемы у жителей. Я говорю сейчас о председателях советов домов, да, и в общественный совет могут обратиться совершенно любые жители для того, чтобы им помогли в решении той или иной проблемы. Я, как связующее звено, наверное, да, жители обращаются прежде всего ко мне. Я уже... Ведь я себя принимаю сначала на себя. Да, как говорится, да, на передовой. Вот. Бывает и негатив, бывает и позитив, бывает все что угодно. Есть проблемы, которые, ну, решаются достаточно быстро, да, есть проблемы, которые требуют более долгого решения. Здесь уже подключаются и депутаты. Да, ну, типичные такие примеры обращения мы еще рассмотрим. Дмитрий Владимирович, как вы совмещаете депутатскую работу и председателя ОСЭН? Получается плюс здесь, да? Вы как депутат, у вас есть определенные полномочия? Здесь очень большой плюс, потому что мы работаем, в первую очередь, на земле, с людьми. И ходим точно так же по квартирам, по домам, встречаемся с председателем квартирных домов, и говорим, давайте сделаем собрание квартирного дома, где давно уже не было, а когда последний раз проводилось год назад. А давайте сделаем. Об общем собрании, вы говорите? Или просто по какой-то проблеме собрать людей? Это, знаете, в зависимости от какой-либо проблемы. Либо это благоустройство дворовой территории, либо чтобы участвовали, допустим, в комфортной городской среде, в которой сейчас есть замечательная программа по благоустройству нашей дворовой территории. И на квартальных дорог, соответственно, то же самое. Да. Скажите, пожалуйста, для того, чтобы благоустроить двор, сколько процентов должно собраться жителей и принять такое решение? Две трети голосов. Две трети. Да. Две трети от дома. Две трети от дома. Две трети от собственников. Понятно. Потому что вот часто возникают такие проблемы, что одни хотят одно детскую площадку, другие хотят территорию для парковки машин, третий вообще, чтобы не сеяли, засеялись вот травой, и никаких цветов не нужно, чтобы не тратить на полив деньги и время и так далее. Вот как удается найти консенсус и вообще собрать собрание? Это же проблема. Есть какие-то механизмы, чтобы привлечь как можно больше жителей? В первую очередь мы звоним председателю дома, звоним активным жителям, представителям данного дома, также сообщаем смс или электронной почты. О, новые технологии. Да, также мы делаем группы в Вайбере по дому и отсылаем по Вайберу сообщения, то есть и хотим, чтобы чем больше людей в эту группу присоединялось. А также, получается, мы клеим объявление и говорим о том, что будет собрание в такого числа. И просим как по сарафану его радио, чтобы сообщили другим жителям. Любовь Владимировна, а все больше жителей подключается или нет? Какие тенденции? Больше подключаются жители, и на базе вот этого общественного совета огромного количества жителей у нас еще создан координационный совет. То есть это самые активные председатели. И, кстати, на заседаниях этого координационного совета мы решаем вопрос, в каком дворе, где, что будем благоустраивать. И уже представители от каждого дома, которые есть в координационном совете, идут домой, и уже они эту информацию понесли своим жителям. А вдогонку этой информации еще мы добавляем объявление, смс. То есть у нас есть вот такой вот позыв. То есть мы даем информацию жителям о том, что мы хотим им что-то рассказать, и о чем-то им поведать, и куда-то их там пригласить. Конечно, собрание проводим буквально вчера, завтра. У нас через день идут собрания сейчас, потому что программа новая, очень интересная. Про комфортную среду говорите. Район достаточно такой уже старый, и, в общем-то, все наши дворы приходят уже вот в такое не очень комфортное состояние, поэтому хочется как можно больше дворов охватить. А что там, какие условия, Дмитрий Владимирович, в программе комфортная городская среда для участия, чтобы именно ваш двор был благоустроен? В первую очередь необходимо будет принять решение, что они будут участвовать в этой программе. Каким образом это делается? Собирается с сайтом квартирного дома и подписывает подписи о том, что они хотят участвовать все-таки. Потом делают схематично от руки, как у них сейчас есть дворовая площадка, и как они хотят выглядеть. И с описанием того, перечня, то есть лавочка, какое количество будет мафов, резиновое покрытие, асфальтовое покрытие, то есть какие-нибудь качели будет, песочник, из какого размера. Вот, мы предоставляем сайт определенный, на который можно зайти, примерно понять, что они хотят. Но это координационный совет, наверное, решает, вот собирает мнение жителей и такое... Это уже решает сам двор. Вот, да, а координационный совет вот это все оформляет, собирает... Помогает, помогает, помогает. Только помогает. Согласно положению, комфортно городской среде жителей, сами пакет документов это и делают. Но получается так, что фактически, что мы им просто помогаем и подсказываем. Да. А с какими типичными проблемами чаще всего Екатерина Алексеевна к вам обращается? Ну, наверное, двор не на первом месте, да? Скорее всего, проблемы такие, которые каждого волнуют в своем, может быть, жилище. Я все-таки скажу, наверное, проблема благоустройства, она волнует, наверное, все-таки в первую очередь. Да. У нас очень много разбитых дорог. Жители, те, которые имеют машины, да и те, которые не имеют, очень часто жалуются. Говорят, ну когда же произойдет ремонт этой дороги? Вот. Также благоустройство детских площадок, проблемы в квартире. Вот буквально вчера жители очень сейчас волнуют замена стояков в квартирах. Мы помогаем, говорим, как это сделать. А это проведение капитального ремонта? Нет, это не капитальный ремонт, это средства текущего ремонта, да. Да. И вот вы уже сказали о новых формах. Мы живем в таком мире, который совершенствуется и меняется каждый день. Есть пожелание установить камеры? Потому что вот контроль, да, за ситуацией во дворе тоже важен. Кто-то там шумит по ночам, кто-то боится машину оставлять и так далее. Поздно возвращаться домой. Пожелание есть, да. Ко мне обратилась жительница с моего дома, соседний подъезд. Проблема, да, там на самом деле очень сложная. Сейчас мы подали заявку в компанию «Безопасный дом». Нам составляют смету. И вот прям буквально на днях смета будет предоставлена. Будем собирать собрание и общаться с жителями. То есть вот на этом примере как можно решить эту проблему с вашей помощью? Сначала нужно, чтобы жильцы обратились один, два, два. Конечно, конечно, да. Дальше вы уже? Сначала идет инициатива жителей, а дальше мы уже рассматриваем этот вопрос и продвигаем его по различным инстанциям. Даже более того, они могут собрать со своими квартирами дома и подать заявку в компанию, которая им предоставляет услуги по входной двери по домофону, в которой есть уже сейчас новая технология, камера, и это будет входить и в ту же самую стоимость, которую они сейчас оплачивают. Да, вот видите, до чего дожили. Рассмотрели мы с вами, как вы общаетесь с жителями, с обращениями, как реагируете, но кроме жильцов вы, наверное, должны работать и со структурами, которые всем этим владеют, контролируют, делают, ухаживают и так далее. Как выстраиваются вот эти взаимоотношения? Потому что вот правильно говорят, что чаще всего мы каких-то врагов видим и в управляющих компаниях, даже в районных администрациях. Вот они сидят там, ничего не делают, а мы-то тут все в проблемах, все в грязи, у нас ничего не благоустроено, и они ничего не хотят. Вот как правильно выстроить эти отношения? Мы ведем приемы ежемесячно, и к нам приходит очень много жителей со своими обращениями. И вот есть обращения, которые можно решить действительно по звонку. То есть позвонили, и этот вопрос каким-то образом можно решить. Некоторые проблемы приходится составлять письмо, отправлять его выше, в какую-то ресурсоснабжающую организацию, потому что по звонку этот вопрос не решится, и он, например, не один год уже там решался, и жители как-то пытались делать это самостоятельно, у них не получилось, и они обращаются к нам. Тогда мы пишем письма. Ну, в администрации мы обращаемся постоянно, потому что очень много вопросов, которые мы решаем именно через администрацию. Районную администрацию, да, нам не отказывают никогда, наши вопросы все принимают, по возможности они исполняются. Но еще у нас есть такая практика, когда мы просто проходим по своему округу, общаемся с жителями, записываем себе, где какие у нас дырочки, где есть. То есть мы, да, мы пытаемся тоже это держать на контроле, потому что в наказах, которые нам давали жители, эти проблемы все обозначены. И они каждый год опять всплывают. Мы часть проблем меньше... Хотела только спросить, уточнить, как быстро они решаются, а вы сказали, каждый год они всплывают. То есть решается не сразу, не нужно думать, что все, вот есть советы, координационно-общественные, и тут вот раз проблемка, тут же быстро нет. Вот, например, в прошлом году мы поставили ограждение в 381-й дом, это был наказ 2015 года. То есть все наказы, которые нам давали, их выполняют постепенно. А что тормозит, вот если проанализировать ситуацию, вот что тормозит выполнение, от чего зависит, от кого срочность выполнения, эффективность решения какой-то проблемы? В зависимости от конкретной проблемы. В зависимости от конкретной проблемы. Если, допустим, это касается управляющей компании, то, в принципе, мы находим с управляющей компанией очень хорошие взаимоотношения, активно работаем, сотрудничаем, и она всегда едет на встречи. Что касается администрации, администрация точно так же, как нам говорит, вот здесь вот мы можем вам предоставить, а здесь вот стоит как бы подождать. Либо, допустим, стоит перенаправить письмо в администрацию города, или в департамент благоустройства. И также, да, все всегда упирается в денежные средства. Вот в летний период, сейчас, но уже лето практически подходит к своему логическому завершению. Что сегодня, какие проблемы актуальные, жители что поднимают, какие вопросы? Очень хотят благоустраивать газоны, разбивать цветники, открывать поливочные экраны. Сейчас уже лето заканчивается, а все равно желание. Цветы растут, хотят цветы поливать, хотят, чтобы дворы благоухали цветами, сажать деревья. Есть такие жители, которые хотят, есть такие, которые хотят спилить, например, деревья. Вот как быстро можно спилить деревья? Потому что вот я сама столкнулась с такой проблемой, женщине били ветки в окна, вот сильный ветер был, но буквально я не могу спать, потому что это фильм ужасов просто. Вот ночью кошмары какие-то. И вот она билась, билась, уже и ветра закончились, а все вот, никак не могли спилить. Как можно быстро решить? Он боюсь, что быстро эта проблема не решится. Казалось бы, вот подогнал технику, раз, спилил. Вот ничего такого. Нет, есть порядок очередности, потому что заявок очень много, и в порядке очередности происходит и спил, и опиловка деревьев. А вы можете посадить, вот объяснить ситуацию, что женщина уже в возрасте, что не спит уже, какую ночь, вот как-то вот это вот... Была у меня такая ситуация, но точно так же в порядке очередности. Придем, обязательно придем. Еще хотелось бы коснуться контролирующих функций. Понятно, что у вас есть какие-то полномочия, возможности, но и функции контроля. В чем они заключаются? Что вы можете проконтролировать? И кто на вас может посмотреть серьезно, с опаской, что вот вы пришли, контролеры, да, и вы уже можете вот здесь сказать так? Или нет? Или все-таки общественники, они общественниками остаются, и как-то вот, ну, послушали и дальше пошли? Нет, ну, здесь общественный контроль играет очень значительную роль, особенно Координационного совета. Потому что без подписи члена Координационного совета не будет приниматься акт передачи работы подрядчик, и, соответственно, не будет оплаты. Это уже оформлено законодательно, да, на местном уровне, что ваши функции такие, да? Функции положения общественных советов именно такие, потому что там, в первую очередь, представители, именно жители, которые проживают на данном микрорайоне, и тех людей, которые работают, соответственно, они должны предоставлять интересы своего микрорайона. И они проходят обучение по приемке того же самого дорожных работ, по приемке коммуникаций различных, по приемке фонда капитального ремонта, по фасаду. Только по фасаду? Нет, различные есть обучения, курсы. Вот, мы точно так же проводили у себя помещение курсы по как работать с управляющей компанией, как сделать ТСЖ, или как перевестись из фонда капитального ремонта на спецсчет. Вот. То есть, у нас очень много курсов обучающих, и, слава богу, администрация, это идет в себе на встречу. А есть такая вот тенденция, что переходят действительно из общего фонда, вот этого капитального ремонта регионального, открывают свой спецсчет? Да. В практике есть такое? Есть такое. И с чем это связано? Легко это сделать или не так просто? Нет, это не так просто. И это человек должен этим заниматься продолжительное время, должен быть грамотным в этом отношении. На самом деле, те, кто перешел на свой личный счет, они довольны, потому что они сами распоряжаются своими денежными средствами, сами нанимают себе всех работников, каких они считают нужным, отсматривают материал, который закупают, например, на выполнение ремонтных работ и так далее. То есть, они полностью контролируют процесс. Из фонда капитального ремонта здесь тоже можно контролировать и процесс. Вопрос именно активности жителей, потому что они сами просят, и им дается за два месяца, какие работы они хотят здесь сделать. Но бывает так, что многие дома даже в течение двух месяцев не могут решить, какие услуги нужно предоставить по фонду капитального ремонта. Но вообще, еще какие-то при проведении капитальных ремонтов еще какие-то проблемы возникают? Возникают. Что вот проблем? Вот сейчас у нас на нашей территории ремонтируются фасады, происходит ремонт и утепление фасадов. Все очень красиво, да, но мусор рабочие оставляют после себя. И мы связываемся с подрядчиком, подходим к этим рабочим. Пожалуйста, убирайте мусор, потому что жители не будут подписывать вам акт приемки работ, если вы оставите после себя мусор и загрязните их цветники, их газоны. Слышат, прислушиваются, убирают за собой. Эффект есть, да, от работы общественников? Да, эффект есть, и, наверное, еще какая важная проблема. Иногда подходит время капитального ремонта какого-то определенного объекта, ну, например, фасада. А жителям важнее и нужнее другой какой-то объект. И вот проблема перевести из одного вида капитального ремонта в другой вид капитального ремонта, вот здесь вот проблема существует, потому что это нужно время, это нужно люди, чтобы этим занимались специально, то есть нужно заранее заявку сделать. То есть вот это, да, это существует такая проблема. Да. Кроме капитального ремонта, еще какой вот широкий массовый блок, чем вы занимаетесь, контролируете, что вот... Ну, ремонт дорог, наверное, он не так часто происходит. Или вот... И как... Это же нужны специалисты, но как можно вот просто обывателю подойти и узнать качественно? Кто-то вот проходил ремонт дорог тоже, там, на треквартальных, они просто поставили бордюры на асфальт, положили асфальт и рядом, ну, так вот поставили. Когда подошли специалисты, и буквально чуть ли не подписали вот этот акт, что вроде бы как прошли, как хорошо, все чисто, и бордюры стоят, и асфальт лежит. Но ведь должны быть специалисты, там даже крепление как специальные бордюры, углубление, еще что-то, там целая технология. Ну, когда проводится уже такая работа, присоединяется управляющими к районам, которые уже рекомендуют, либо сами проходят обучение по приемке данной виду работы. То есть по той же самой дороге. И совместно с сотрудниками администрации, сотрудниками общественных организаций, сотрудниками управляющей компании, также представителям жилого квартирного дома, они принимают данную работу и смотрят, правильно сделали, с осиннадлежащими нормами укладку того или иной дороги. Или нет. И, соответственно, люди уже прошли обучение, могут сказать и подтвердить, что дорога сделана либо хорошо, либо плохо. – А ремонт внутриквартальных домов, он только в программе «Комфортная городская среда»? – Дворов. – Дворов. – Да, да, да. Только по этой программе. – Раньше была программа «Двор, в котором мы живем». – А сейчас это другая программа. – Перешло в другую. – А сами, если жители инициируют что-то отремонтировать, благоустроить, они без участия в этой программе не могут получать? – Да, они могут за свои средства. – Как за что здесь разница? – Они могут также в план дома на год они могут сделать заявку, что они хотели бы какие-то поставить конструкции или заменить там качели и так далее. Но это достаточно дорого. Я хочу здесь еще сказать, что мы как депутаты тоже помогаем им благоустраивать за счет бюджетных денег, которые выделяются на округ. У нас есть, кроме, значит, на эти деньги мы что можем делать? Вот в этом году мы благоустраиваем один двор вот в 326-м, 326-й дом по проспекту Кирова, это в микрорайоне и подром один. Там будет такая детская площадка, сделана вот именно за счет этих денег. Плюс у нас есть погонные метры ограждения. На каждый округ выдают 400 метров в этом году. И мы несколько домов смогли тоже включить, в эту заявку. Плюс что, ну... Проспект Кирова, 405. Также в этом году будет делаться за счет депутатских денежных средств. И плюс, в чем, по Новосадову 383, этот дом делает утепление фасада. Также сделали сейчас за счет фонокапитального ремонта на стекла, на лоджиях, на стеклопакеты. И сейчас, в скором времени, будет менять полностью этот трубопровод. То есть, это информация о наличии финансов, которые вы можете пустить на благоустройство, обладает депутат. Да. И он в масштабе района вот эту сумму отстаивает и направляет вот куда-то. А от чего зависит, направленная эта сумма будет вот в этот двор на благоустройство, или в этот, или в этот? Вот в этом как разобраться? У нас же есть информация, что у нас в микрорайоне, в нашем округе, что у нас кричащее. Ну, кажется, что везде проблемы. И тут вот, и тут хотелось бы получше, и тут проблемы. Как принимается решение о приоритете первоочередности? В первую очередь смотрим географию, где есть какие-либо лавочки, мафы. Где сделали раньше программу, в который мы живем, допустим. Либо сделали ранее уже какие-нибудь площадочки, где у людей вообще буквально ничего нет. Все в таком захудалом состоянии находится, и мы, соответственно, принимаем решение, где лучше это сделать. И вы ходите на место, чтобы своим глазам увидеть, насколько это там критично. Встречаемся с жителями. Измеряем. Вот мы, получается, с Екатериной проходили, взяли планшеты, взяли ручку, прошли шагами, промерили точно в этом плане. Потом вышли на собрание в своем квартирном доме, и мы рассказали, давайте сделаем ее вот так, а вот так. Согласна? Согласна. Ну, я сейчас предлагаю посмотреть материал о том, как ваши коллеги проверяли ремонт дороги, и потом мы будем продолжать разговор. На улице Алексея Толстого ремонт идет больше месяца, и у членов общественного совета микрорайона, которые приехали проверить его качество, сразу же нашлись претензии. Угол наклона тротуара к проезжей части превышает допустимые нормы. Также вопросы есть и к качеству укладки асфальта. Представители подрядчика обещают устранить все нарекания в ближайшее время. Ну, выявленные замечания будут устранены в кратчайшие сроки в процессе производства работы. Это уже пятый рейд по дорогам, который проводят члены общественного совета микрорайона Старосамарский. По каждому выявленному нарушению составлены акты, которые оперативно отправляют в профильный департамент. Такая практика помогает быстрее исправлять недочеты и контролировать качество ремонта. Я думаю, что это очень эффективно, потому что и подрядчики уже понимают, что мы ведем контроль за дорогой, и мы постоянно ведем мониторинг территории тоже, выявляем соответствующие недостатки. Я думаю, это даже очень хорошо. Мы не занимаемся критикой, критиканством. У нас должна быть с вами полномерная работа, и подрядчики должны понимать, что они должны все сделать 100%. Никто им другого не подписывать, не принимать, у них по-другому никто не будет. На этом участке полностью завершить ремонтные работы должны до конца года. Все это время члены общественного совета продолжат контролировать подрядчика. Без одобрения совета микрорайона работу подрядной организации принимать не будут. Никуда мы не уйдем от темы финансов все-таки. Сейчас люди привыкают считать свои деньги, не просто оплачивать и забывать, да, оплатил и забыл, а контролировать распределение, использование этих средств. Скажите, как, какими способами можно наполнить вот свою вот эту вот казну, проконтролировать и использовать еще какие-то источники для наполнения? Кто этим должен и может заниматься? Ну, в первую очередь, я должен был заниматься советом квартирного дома, председатель, которому делают различные предложения по размещению рекламы на фасаде, внутри квартирного дома. Соответственно, они могут получать дополнительные денежные средства из этих источников. И, к примеру, тот же самый Новосадово 383-й дом за счет этого сделали основные окна на лоджии за счет вот этих средств. Да, вот это да. Вот смотрите, нашли объявление или вот эту антенну уже, или какие-то там провода с номером телефона, что вот они используют, но выяснили, что они никому ничего не платили за то, что используют. Вот что делать дальше? Ну, что для тех председателей или активистов, которые еще не знают вот этот механизм. Куда обращаться? Звонить сразу по этому телефону и спрашивать? Они скажут, знаете что, у нас своя работа, вы там могут же вот и так ответить. Нет, в первую очередь, я думаю, мне будет необходимо обратиться к управляющим микрорайонам, чтобы более конкретно прокомментировал данную ситуацию, и как можно поступить пошагово в той или иной проблеме. Проблему эту можно решить, дойти до конца, чтобы добиться того, чтобы деньги платили за использование чердаков, подъездов и так далее. Общего имущества, да. Вам, Екатерина Алексеевна, хочу задать вопрос про активность жителей, собственников жилья. Почему нам с вами всем выгодно быть активными? И насколько сегодня люди это понимают и используют в своих же интересах? И как этого добиться? Так как люди видят, что благоустраивается очень много дворовых территорий и происходит ремонт домов, да, жители становятся более активными и спрашивают, а почему у этого дома так, а у нас не так. Мы пытаемся им объяснить в личной беседе, на приемах жителей. Будьте активны, приходите к нам со своими вопросами, пусть вас будет много. Как-то коллективное письмо, оно лучше продвигается, да, потому что это уже очень много народу. Это не жалобы или что-то там. Да, один человек может быть туда напишет, туда, туда, но это не возымеет никакого действия практически, наверное, во всех ситуациях. Лучше это будет коллективное письмо, уже ресурсоснабжающая организация, администрация района, она увидит, что это, да, волнует жителей, большое количество жителей и обратит на это внимание. Понятно. Любовь Владимировна, а вы как-то поощряете, у вас есть такие возможности, опять же, средства и даже желание поощрить очень активных, болеющих душой и сердцем за свой двор, подъезд и дом людей? Конечно, да. Мы на Координационном совете уже вот буквально прям недавно вручили грамоты от администрации района, куда мы заявку подавали, и от председателя Совета депутатов тоже нашего района. После проведения субботника мы прошли по территории, посмотрели, как работают люди, отметили самых активных, те, которые не один год, а ежегодно благоустраивают свой двор, составили такую заявку, отдали ее в администрацию и получили там вот эти замечательные грамоты. Но мы их так долго ждали, что мы перед этим свои напечатали. Потому что каждый труд должен быть вознагражден в своем мире. Да, поэтому мы сначала свои вручили, а потом вот буквально на последнем заседании Координационного совета мы поблагодарили людей, которые активно очень благоустраивают наши дворы. И последний вопрос очень коротко, Дмитрий Владимирович. Как вы решаете проблемы с какими-то частыми организациями, там, торговыми центрами, еще с чем-то? Как вы сотрудничаете? Допустим, разбита дорога или не убирают перед торговым центром? Или еще что-то, которое на вашей территории? Мы в первую очередь смотрим, ссылаемся на 404-е постановление, в котором говорится, что каждый торговый объект имеет за собой закрепленную площадь. И мы смотрим, закрепленная площадь относится к данной территории дороги или не относится. Если она относится, соответственно, мы обращаемся в администрацию, а также обращаемся к собственнику и говорим, давайте сделаем как-то совместными силами данной территории. Откликаются? Опять же, у вас есть какие-то полномочия, чтобы приезжать, чтобы побыстрее там что-то? Опять же. Не просто вот поговорили уж. Понятно. Мы, опять же, получается, направляем письмо в администрацию. Администрация уже направляет письмо непосредственно. А, через администрацию? Да. Через администрацию. И так как мы в год экологии проживаем, скажите, экологическая направляющая и составляющая у вас есть в работе? Потому что сейчас вот как-то мы привыкли и на экологию тоже больше внимания уделять. На благоустройство это же и есть экология. Когда люди выходят и убирают свой двор, и сажают деревья, сажают цветы, просят, чтобы у них был красивый газон, сделать им ограждение, привезти чернозем. Вот я думаю, что это самые первые практически у нас. А вот еще такая экологическая проблема, как выгул домашних питомцев, как-то можно ее решить в год? Экология, какие-то, может, принимаются решения на законодательном уровне, обсуждаются хотя бы? Ну, смотрите, сейчас мы в некоторых местах уже примерно распланировали с 2018 по 2022 год, где будут скверы определенные, где можно будет хоть прогуляться. Не во дворе. А я даже видела, устанавливают какие-то вот такие, даже не знаю, что там у них находится, вот для выголоса собака. Таблички. И не таблички даже, а вот какие-то ящики. Я еще не вникла в суть эти клички. Ну, в буквально 322-м доме по проспекту Кирова они сейчас готовят документы по комфортной среде, и вот они отвели специально где-то за домом место для выголоса собак. Вот вчера прозвучало это. Потому что это тоже нужно решать эту проблему. Это проблема существует на самом деле. Да, жители друг с другом договорились, потому что и животных выгуливают на самом деле негде, а на детских площадках, ну, это просто будет некрасиво. Мы сейчас уже разрабатываем на другой стороне, допустим, дома. Там есть территория, где можно точно так же выгуливать собак, делать сад. Хотя и много у нас мест и территорий, но как ее правильно распределить, да, и нужны и детские площадки, и для машин, и для выголоса собак и так далее. Ну что ж, спасибо вам за ту работу, которую вы делаете. Желаю вам, чтобы активность ваших жильцов поднялась, и они вам помогали, стали верными помощниками. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Всего доброго.